Все мы помним, что в начале игры, после спасения Сандры Дорсет, Ви идет к риперу Виктору, чтобы удалить нейровирус, который он подцепил, а также поставить новую оптику и баллистический процессор. Эти услуги стоят 21 тысячу эдди, что на момент самого начала игры довольно много, поэтому практически все из нас ставили эти импланты в долг, а потом в процессе игры его отдавали, или вообще не отдавали, тут кто как играл. Но суть в том, что ведь эта сумма у нас может быть уже к моменту установки глазных имплантов и баллистического сопроцессора. Другое дело, что у подавляющего количества игроков ее не будет, ведь хоть здесь нам как раз впервые дают шанс свободно исследовать открытый мир, хоть и не весь, конкретно в этот момент логически сложно отойти от этих вводных сюжетных заданий, ведь когда мы выходим из мега башни, нас встречает Джеки и мы должны вместе с ним ехать к Виктору. А когда доезжаем до клиники, нас еще и Мисти постоянно будет доканывать, чтобы мы зашли к Вику, пока Джеки чилит с ней в эзотерике. В общем, момент обставлен так, что игроку самому не хочется сходить с этого квеста в сторону, так как это примерно из разряда тех моментов, когда в различных играх у вас висит финальный квест на уничтожение надвигающегося вселенского зла, а вы вместо этого выполняете квест фермера на поиск его сбежавшей коровы. Но все же в этот момент нам дают возможность исследовать мир и выполнять побочные активности, а поэтому необходимую сумму в 21 тысячу евро долларов мы сможем накопить уже за час активных поисков. Выполняйте квесты, взламывайте точки доступа, продавайте предметы, общищайте помеченные сундуки на местах преступлений и вы быстро наберете нужную сумму. Итак, приходим к Виктору, говорим, что работаем на декса, вступаем в высшую лигу и все такое, поэтому нам нужно прокачаться. Если у вас нет денег или вы не хотите платить, происходит вот этот диалог, который вы все видели, но могли забыть, поэтому напоминаю. Если же вы сразу платите, вот что говорит Ви. В общем, как вы заметили, Ви говорит альтернативную фразу, а Виктор просто молча принимает деньги. Далее я не буду показывать всю сцену установки имплантов от начала и до конца, так как она долгая, а вы ее все видели. Покажу только момент различия. Вот такой диалог происходит, если мы не заплатили Вику, а потом решим восхититься оптикой от Кироши. Кироши? Вик, у них же лучшая оптика. Ну а что, мы себя тоже не на помойке нашли. Я сказал, что заплачу, но на такую технику у меня вряд ли хватит. Да ладно, придумаем что-нибудь. Мне главное, чтобы ты вернулся живым и здоровым. И с деньгами. А вот что происходит, если мы сразу заплатили. Кироши? Вик, у них же лучшая оптика. Ну а что, мы себя тоже не на помойке нашли. То есть работу Виктора мы уже оплатили, поэтому Ви не начинает волноваться, что оптика дорогая и он не сможет ее потянуть. В остальном, никаких отличий в диалогах нет. Теперь вопрос, имеем ли мы какой-то профит от того, что заплатили сразу? Да, имеем. Правда, самый очевидный. Ведь пока у вас на протяжении игры висит квест отдать долг Виктору, вы не сможете ставить у него импланты. А сейчас квест мгновенно делается завершенным и после разговора про боксерский матч мы сразу можем ставить у него импланты. Правда, в текущей версии игры здесь есть небольшой баг. При первом разговоре в диалоге все равно будет висеть вариант отдать долг в 21 тысячу Эдди, как будто Ви этого не делал. Но если выйти из клиники, а потом снова подойти к Виктору, этот баг уже исчезнет. Как по мне, в принципе, все логично и относительно продумано. Разве что можно было добавить Виктору какую-нибудь уникальную фразу, мол, не похоже на тебя Ви, обычно ты всегда в долг ставишь. Ну, а на этом у меня все. Если понравился ролик, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и можешь посмотреть другие мои ролики по Киберпанку. Всем спасибо за просмотр, с вами был Эш Кинг и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok